Ученая степень и свободное владение русским языком существенно облегчит мигранту получение вида на жительство на российской территории. О том, какими достоинствами нужно теперь обладать иностранцам, чтобы избежать приключений в России, и о других законодательных инициативах в обзорном материале программы. Windows 10 могут запретить использовать в органах власти. Депутат Госдумы Николай Левичев предлагает проверить компанию Microsoft на соответствие ее деятельности российскому законодательству. Чтобы обновить Windows предыдущих версий до 10-й, многие, не задумываясь, подписывают согласие на то, что корпорация Microsoft будет регистрировать личные и контактные данные, пароли, номера и защитные коды кредитных карт, IP-адреса и другую информацию. По мнению депутата, это делает возможной утечку конфиденциальных данных российских госслужащих различным зарубежным государственным структурам. Желание жить в России переведут в баллы. Федеральная миграционная служба предложила оценивать мигрантов, желающих получить вид на жительство в нашей стране, по 100-бальной системе. Предполагается, что проходной порог составит 65 и более баллов. У иностранцев будут оценивать возраст, уровень образования, наличие ученой степени, трудовой стаж, количество родственников в России. Чтобы получить проходные баллы, кандидату трудоспособного возраста достаточно иметь среднее образование, владеть базовым уровнем языка и более пяти лет проработать в России. Ну а ученая степень пригодится тем, кто претендует на высшую оценку. Депутаты Госдумы хотят защитить российский гимн. За надругательство над ним сейчас грозит лишь административная ответственность, в то время как неуважение к флагу и гиргу России уголовно преследуемо. Народные избранники считают, что критерии наказания пора изменить. Например, считать неуважением к гимну случаи, когда умышленно искажаются его музыкальной редакцией или текст во время публичного исполнения, либо при опубликовании в СМИ, включая интернет. Отмечу, что за надругательство над государственным гимном можно сесть в тюрьму на срок до трех лет в Казахстане, Белоруссии и Украине. Продолжение следует...